Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Архангела Ханиила выйти со мной на связь. Приветствую, дорогой Архангел Ханиил. Я не знаю, вы заняты сейчас или нет, мне хотелось бы вам пару вопросов задать. Четыре вопроса, если у вас есть время. И отвечу на вопросы. Нам подняться? Или можно здесь задавать? Задавай. Хорошо. Уважаемый Архангел Ханиил, вы знаете, у нас тут на земле началась война. Она всегда была. Она всегда была. Я хотел узнать, у меня мой первый вопрос, что думает Архангел вообще о войне? Война это своего рода переформирование мира. Ну, безусловно, в какую-то сторону кто-то хочет переформировать мир. Я просто не понимаю, какие силы задействованы сейчас в этих событиях и почему такое случается в наше время. Это война между добром и злом? Или как это понять? Там нет добра и зла. Там нет выигравших и проигравших. Там есть пешки. Марионетки. Да. Тот, кто видит в плоскости. Даже ты не видишь целую картину. Я не могу и видеть целую картину. Такое происходит по всей земле. Я не могу видеть сейчас, честно говоря, полную картину. Меня это немного тоже затрагивает. Вот. Я просто хотел еще спросить такой вопрос. Как должен вести себя человек в такой ситуации? Осознанная душа. Абстрагироваться от политики. Абстрагироваться от политики. Ожидает ли... Выйти выше. Хорошо. И просто... Он не сможет изменить. Человек не сможет изменить эту ситуацию, конечно. Но он может повлиять, наверное, скорее всего, на свое собственное состояние. Объясни. Мне объяснить? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что я не могу изменить ход войны. Я могу только изменить свое внутреннее состояние. Или абстрагироваться от этих событий. Абстрагировавшись от политики. Но с другой стороны... Идет настоящая война. Как поступить обыкновенному нормальному человеку, живущему? Война много где идет. Согласен. И если осознанный человек будет втянут в политику, в конечном итоге он повредит свою душу. Он будет втянут в спор. И спор понизит его вибрации. Сам себя будет ненавидеть человек за это. В конечном итоге. У нас даже специальный канал есть на телевидении, который специально эти споры ведут, разжигая эту ненависть. Я хочу вам самый последний вопрос задать. Много лет разжигали ненависть и посылали эти мысли, проговаривая, что идет война. Так к чему же вы удивляетесь? Значит, все материализовалось. Мысли материально. Все материализовалось. Значит, получили. Получили то. И последний вопрос. Архангел Ханиил, вы можете не отвечать на него, но мне бы, конечно, интересовала правовая сторона этого вопроса. Ожидают ли эти души, начавшие такие войны на земле, заслуженное наказание они понесут, посылающие других на убийство людей? Каждый человек делает свой выбор. Благодарю вас, Архангел Ханиил. Я прошу вас правильно меня понять. Немножечко сегодня в этой теме инвальвирован, поэтому я хотел, чтобы объективные были вопросы. Благодарю вас за ваши ответы, дорогой учитель. У меня больше вопросов нет. Благодарю вас. Посылаю на этом месте моему учителю энергию благодарности и любви. Мне жаль, что ты втянут в эту политику. Мне тоже. Мне тоже. И мне жаль, когда люди гибнут невинные. Благодарю вас. Хорошо, Верочка. Это не твоя задача. Я тоже так считаю, что это не моя задача. Во всяком случае, я к ней не готов к этой задаче. Я уже сказала, каждый делает свой выбор. Я все понял. Благодарю, дорогой учитель. Мы закончили. Не смею вас больше беспокоить. Если будет вопрос, я обязательно обращусь. Я могу сказать больше? Пожалуйста. Наказан больше будет тот. Никто отдает приказы, кто их выполняет. Этого мне достаточно. Благодарю вас. И я тоже считаю, что человек, который исполняет приказы, он должен думать, что он делает. И ответственность он будет тоже нести, как и мы все несем за наши поступки. Это дает надежду. Благодарю вас, дорогой учитель. И, простите, мою эмоциональность сегодня. Эмоционера ты можешь потерять больше, чем думаешь. Понял. Буду стараться абстрагироваться от этих вещей. Эмоции не нужны в определенной работе, как у меня. Благодарю вас. Мне нужна холодная голова. За то, что вы меня напомнили, благодарю это. Хорошо, Верочка. У меня больше вопросов нет. Благодарю моего учителя. И мы приступаем к нашей работе, Верочка. Рассинхронизируйся. Один, два, три. Да, я здесь. Субтитры создавал DimaTorzok